Не торопимся, не торопимся, у вас времени очень много, поэтому все по полочку. Без 20 минут ЕГЭ. 56-й гимназии пишут общество знания. Волнуются все, и уже непонятно, кто и кого здесь успокаивает. Да мы в любом случае напишем. Брючки пишут, мозги есть. Да, сломали. Ну уж не зря мы с 5-го класса общество знания учим. 86-я сдаст все экзамены. 11-й Б, на отлично. А так себе. И переживают все из-за первого слова, единый. Это и оценка за школу, и первое, на что посмотрит вуз. В ЕГЭ второй попытки может и не быть. У Никиты перерыв между членистоногими и моллюсками. Биология нужна, чтобы поступить в университет Лезговта. Поэтому последние несколько месяцев спортсмен делает то, что умеет хуже всего. Сидит неподвижно. Я помню, как я играл, делал по 8 часов. Вот такое было. Научиться 8 часов – это другое. Стараюсь просто поменьше об этом думать. Я все равно напишу то, что я знаю, а то, что не знаю, не напишу. Лишний раз я стараюсь не переживать по этому поводу. За волнение в семье отвечает мама Юлия. Мало того, что выпускной экзамен – это серьезное вложение, репетиторы, пособия, так еще и стресс для каждого родителя. И часто взрослым даже страшнее, чем детям. Настроиться на то, что это всего лишь один из этапов – поддерживать, общаться как-то. То есть вы не тревожный родитель? Нет, внутри-то я переживаю, но наши тревоги передаются детям. Те, кто с волнением справиться не может, не моют голову перед экзаменом, читают перед входом в аудиторию мантры или идут еще дальше. Это расклад Таро на ЕГЭ. Мы у Елизаветы Меховой на кухне. Она уже студентка, а выпускникам помогает определиться с будущим. Что ждет на экзамене? Сейчас метафорические карты ответят на наш вопрос. Никита очень хотел, чтобы в какой-то части варианта попалась анатомия. Вот будет ли в его варианте ЕГЭ анатомия? Да, анатомия попадется. Только тут непонятно, в тестовой части или же во второй. Каждый следующий запрос во Вселенную – 100 рублей. Так что переходим к главному. Что там с итогами экзамена? Данная карта означает рост какого-то мастерства. Вообще сам по себе расклад получился нормальным. То есть не сказать, что прям супер, но и чего-то плохого тоже нет. Можно пойти дальше и не предсказать, а достать свой вариант. ЕГЭ в его привычной форме почти 15 лет. И каждый год выпускникам в интернете обещают продать ответы, которые подойдут именно им. Физика. Дальний Восток. Англ ОГЭ уже скоро. Закупайтесь заранее по 600 рублей. Цена увеличится за день до экзамена. Вот один из вариантов. Матеша. Профиль. Скинуть базу. ЕГЭ – это уже давно больше, чем 3 часа 55 минут за партой. Это и культура, и психология, и даже теневой бизнес. А вроде каких-то 12 заданий. Это я про литературу. Ее я сдавала давно. Посмотрим, справлюсь ли со школьной программой сегодня. Самое страшное – это вариант. И самое главное – это последнее задание, самое дорогое. В ЕГЭ, я помню, когда мы литературу сдавали, нужно было сразу, как только получаешь вариант, посмотреть последнее сочинение, темы. Главное, чтобы там не было Шолохова. Так, быстро смотрим. Слово о полку Игореве. Есть. Человек в мироздании. Тютчев. Уже хуже. Максимум за экзамен – 100 баллов. И только за одно это сочинение можно набрать больше трети из них. И вот темы для этого главного задания. А вы бы написали? Только учтите, придется не только анализировать, цитировать текст по памяти. Ставьте соответствие между персонажами. Камеры в каждом классе, металлоискатели на входе, воду и перекус в прозрачном пакете. Внутрь не пронести. ЕГЭ не всегда был таким. Таким его сделало время. Работы саратовских выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, перепроверят. В Дагестане результаты 600 работ ЕГЭ по биологии аннулированы. А все потому, что они были списаны. 2013-й. Больше тысячи работ перепроверены. Результаты сотен школьников аннулированы. Некоторые без права пересдачи в текущем году. Все потому, что единый государственный экзамен де-факто писали вот так. Скачиваем через блютуз информацию и передаем готовые ответы. ЕГЭ называется. Если поближе встать, может, еще лучше пойдет. Хорошо, на окна не лезет. Конечно, не будут учиться. Это же Дагестан. Родители школьников вспоминают, в их детстве списать не помог бы даже блютуз. Просто сдавали устно своему учителю по билетам. Мы надеялись только на себя. То есть вот если я не знаю, то никакая тестовая система мне уже не поможет. Я не знаю, как сейчас ЕГЭ сдают ребята. Да, нет. Да, не настолько. С другой стороны, больная система дает возможность деткам откуда-то из других городов поступать в какие-то... Вот здесь есть и плюсы, и минусы, мне кажется. А шпаргалки писали? Обязательно. Писали шпаргалки, все писали. У всех все было. Старались где-то под платьюшко запрятать, кармашечки. Как думаете, сейчас на ЕГЭ шпаргалки проносят? Конечно. Еще и как. Было, есть и будет. Вот такая вот книжка с картами. И все они разворачиваются, они подписаны. И тут все данные русско-иранское. Тут маленькие циферки на видео не видно. И что за город. И пусть 15 лет назад система изменилась, школьник остался прежним. Исчезла разве что романтика выбора. Помните, это чувство, когда тянешь билет. Ольга Семенец в выпускном классе школы сдавала 7 экзаменов. А потом в каждый вуз еще по 3-4 вступительных. Один из них, кстати, в этой самой аудитории. Нам говорили, вас будут спрашивать по школьной программе. И когда ты понимал, что ты должен знать все, и уметь эти знания моментально представить в любом формате, который тебе предложат, это делало из нас универсальных бойцов. И списка текстов для итогового сочинения тоже не было. По телевизору, диктор или в классе учитель в одно и то же время вскрывали конверт и оглашали темы. Характеры рабочих в пьесе Горького «Враги». «Большие темы маленьких рассказов молодого Чехова» или «Татьяна, русская душа». В вузе «По мере сил» первые два курса мы пытаемся их разучить, писать тексты по шаблонам ЕГЭ. То есть сложно сформулировать мысль, выразить мысль, осознать, что много сказанного текста не всегда – это много смысла в этом тексте. В какой-то момент эта система в ЕГЭ стала отражать весь наш мир, в котором все может решить досадная мелочь. Например, ручка. Не гелиевая, а шариковая. Мир, где каждый рассчитывает на себя, и любое событие здесь кажется решающим. В литературе есть такой прием. К экзамену его, кстати, тоже изучают. Это остранение. Буквально нужно отойти от объекта и посмотреть на него издалека. И, может быть, тогда он покажется совсем не страшным. Через пару лет и вовсе. Настолько обычным, что даже баллы не получится вспомнить. Парина Ганечева. Пульс города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова